Следующий доклад у нас. Вопросы костной пластики, пострелизационных дефектов, костей и конечностей при опухолевых поражениях. Антон Евгеньевич Новиков, Нижний Новгород. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр в прошлом института травматологии и ортопедии. Исторически так сложилось, что администрация медицинская областная и... Почему в этой программе стоит не сам битеррол, так что я прошу прощения. Кто-то где-то ошибся. И по договоренности с руководством областного диспансера, хирургический этап лечения опухоли костно-опорно-двигательного аппарата был делегирован в наш институт. Не буду вдаваться в подробности статистики, их лучше меня знают все присутствующие. Мы обобщили данные за 2015-2017 год, получили следующие результаты. Всего было 81 пациент, большая часть из которых это метастатические поражения костей конечностей. Сразу оговорюсь, так как есть особенности онкологической работы в неонкологическом учреждении. И больных с хорошим прогнозом, с первичными опухолями, мы предпочитаем отправлять в более специализированные учреждения. Сами занимаемся более паллиативными больными. Но тем не менее, был один из первичных опухолей. И на момент написания было три осложнения. Но вот при моем отъезде было четвертое, гнойно-септическое. Это гигантоклеточная опухоль максимального отдела большеберцовой кости. Позднее нагноение через год. После выполнения эксхалиации и пластики цементом и пластиной. Начнем с сегментарных резекций. Вполне обычная ситуация. Молодая женщина, метастаз рака молочной железы, патологический перелом. Еле-еле заметный, но тем не менее он есть. Она обратилась с жалобами на боли в тазобедренном суставе. После мастектомии прошло около года. Выполнена вполне обычная сегментарная резекция, но с некоторыми особенностями. Во-первых, использовался не онкологический, а ревизионный протез на ножке Вагнера и узел двойной мобильности, тазовый компонент, что позволяет избежать вывихов протеза в послеоперационном периоде. Кроме этого, использовался задний доступ, что не очень удобно с точки зрения радикальности резекции и удлиняет операцию приблизительно на час. Но, тем не менее, позволяет полноценно сохранить иллютибиальный тракт и, опять же, способствует лучшему ортопедическому статусу пациентки. Операция проводится, в бригаду обязательно включается, кроме людей, занимающихся резекциями докторов, обязательно включается ортопед, на счету которого не меньше 200, а то и больше ревизионных операций. А теперь вернемся немножко назад к тому, с чего мы начинали. Метастатический перелом бедренной кости по поводу гипернифромы – это единственный метастаз. Извините за качество снимков, это одна из первых операций, тогда и аппараты были другие. Была выполнена резекция пораженного сегмента. В Москве был заказан индивидуальный стержень бедро-голень и выполнена пластика дефекта обычным костным цементом. Больной предлагались разные виды операций, в том числе и пластики малоберцовым трансплантатам. Предлагали ее послать в Москву. Она настояла, что именно на такой операции сказала, что ей надо быстрее домой. В целом, она операцией довольна. Вот ее снимок на четвертые сутки. Следующая больная из области осложнений, как раз я не стал специально раскрывать, что за осложнения были. Хочу раскрыть их во время демонстрации клинических примеров. Это молодая женщина с хроническим гепатитом С, с хронической почной недостаточностью, с гемодиализом трижды в неделю. Она оперирована не в нашей клинике, а оперирована в клинике, где на тот момент выполнялся гемодиализ. Мы могли себе это позволить. То есть ортопедической компоненты в операционной не было вообще. Обычный хирургический стол, ни рентген-контроля, ничего провести было невозможно. Злокачественная лошадобластокластома. Была выполнена резекция. Пластика выполнялась, опять же, стержнем обычным ортопедическим. И использовался разработанный в нашем институте материал РЕКОСТ. Получили патент, далее прошли доклинические и клинические испытания, получили регистрационное удостоверение. Синтетический материал в виде двух форм выпускается в виде готовых форм и в виде клея-цемента. Вот тут видно, что резекцию пришлось немножко расширить. И фиксируются с помощью этого клея дополнительные кольца. Так выглядит рентгенограмма на следующий день после операции. Так выглядит, ну вот еще раз, ортопедический компонент слаба, рентген-контроля никакого не было, с длиной ошиблись. Все это привело к асептической нестабильности. И вот на следующей неделе будет выполнена операция ревизии по замене истержня. И будет установлен спейсер из костного цемента, полиметилметокрилатного. Невзирая на неудачу, тем не менее на КТ мы видим, что в области контакта с наибольшим давлением происходят элементы перестройки. Так выглядит 3D-реконструкция данной пациентки. Можно первое видео включить? Молодые люди, можно первое видео включить? Надо сказать, что пациентка ходила, боли были достаточно выражены. До операции она ходила на двух костылях, не опираясь на ногу, нисколько. Работа с медстанами, цитра, работа с медстроей она, естественно, не могла. Ну, в принципе, спасибо, этого достаточно. Но, тем не менее, пациентка госпитализирована, будет выполнена ревизионная операция. То, с чем мы наиболее часто встречаемся. Метастазы рака почки. Пожилая женщина, 70 лет. Угроза патологического перелома. Была выполнена резекция и замещение, на этот раз, спейсером из полиметилметокрилата, изготовленным методом 3D-принтинга. То есть, выполнялась компьютерная томография здоровой конечности, инвертировалось изображение и был изготовлен из костного цемента. Такой спейсер-протезом полноценным это назвать нельзя, но он индивидуальный. Абсолютно подошел. Аналогичная ситуация, с которой мы очень часто встречаемся, это патологические переломы, связанные с метастазами по поводу рака молочной железы. Редицированный метастаз. Здесь был имплантирован тот же материал РИКОСТ на обычном ортопедическом стержне. Так вот это выглядит через год. На данный момент прошло два года. Больная погибла от метастазов легкие, но до последнего дня себя обслуживала. Следующая больная – метастаз рака матки через 4 месяца после экстерпации. В силу каких-то технических сложностей она смогла лечь только через месяц после выявления метастаза. Видно, как он спрогрессировал за это время. После экспресс-биопсии, тем не менее, мы выполнили сегментарную резекцию, которая составила почти 10 сантиметров. Для женщины ее роста и сегмента достаточно большая резекция. Контроль обязательно гистологического опилов. Опять же, на простом стержне фирмы Синтез было выполнено замещение спейсером из материала РИКОСТ. Так это выглядело после операции. Это 6 недель к началу нагрузки. Две недели после начала нагрузки. Покажите, пожалуйста, видео. Это через год приблизительно. В данный момент женщина также умерла от метастазов легких, но, опять же, посторонний уход ей понадобился только в последние дни. Спасибо. Следующий слайд можно? Нет пока. Ага. Ну вот это еще одна фотография. Таков ее ортопедический статус. Опять обычная ситуация. Это пожилой человек с иных очагов не найдено. Как впоследствии оказалось, это был метастаз рака кишечника, по-моему. То есть мы выполнили сегментарную резекцию и отправили с гистологическим исследованием в онкодиспансер, где он получал дальнейшее лечение по своему заболеванию. Недавно выполнена операция, как сказалось, это десмопластическая фиброма. Выполнена резекция. Замещение, опять же, индивидуальным спейсером из полиметилметокрилата. Особенностью было то, что очень короткий сегмент, человек очень низкий, он там метр пятьдесят ростом. То есть мы пытаемся обойти, не использовать официальные ортопедические протезы, сокращая затраты на лечение, но пытаемся достичь приемливого результата. То, с чем сталкиваются травматологи постоянно. Такое вот новообразование, как впоследствии, оказалось кистой. Почему я включил, это достаточно комическая ситуация. Молодой человек очень хотел стать офицером, его не брали с этим. Была выполнена внутрикостная резекция с костной пластикой, материалом рекост и аллокрошкой. Это ситуация после операции. А это КТ, как мы видим, идет перестройка, он благополучно поступил в училище, уже, по-моему, не знаю, когда он его закончит, но думаю, что все у него будет в порядке. Еще одна женщина 38 лет обратилась к патологическим переломом внутренней лодыжки. Найден был патологический очаг. После выполнения биопсии оказалось, что это гигантоклеточная опухоль. Была выполнена внутрикостная резекция. И пластик нашим материалом рекост в его жидкой в виде клея-цемента. Невзирая на небольшой запас мягких тканей в соответственной области, заживление произошло достаточно быстро и удивительно. Я очень переживал, что это кончится все мгновением. В общем, оказалось, что все хорошо. Сейчас жалоб у него нет вообще никаких. То, с чем мы встречаемся достаточно часто, это хондромы. Такие большие мы предпочитаем оперировать. Так встретились несколько патологических переломов. Выполняется внутрикостная резекция через незначительную створку. Пластика опять тем или иным материалом. И опыт научил нас выполнять шунтирующий остеосинтез. Потому что было несколько патологических переломов после операции. Молодая больная с гигантоклеточной опухоли. Была выполнена внутрикостная резекция. Установка такого вот спейсера. Но некая самонадеянность, наверное, это наша вина, привела к достаточно быстрому, если не ошибаюсь, в течение пяти месяцев рецидиву опухоли. Следующая операция была выполнена уже не в виде эксхолиации, а в виде краевой резекции. Более радикальная. Также была пластика цементом с шунтирующим остеосинтезом. Само собой, разумеется, начатое лечение Деносумабом. Прошел год. Все, слава богу, больная передвигается. Босевая нагрузка начата через месяц. Через пять месяцев. Вот картина. Никаких рецидивов мы не видим. Покажите, пожалуйста. С такой обширной резекцией можно считать это неплохим результатом. Шесть месяцев она получала по 120 миллиграмм. Деносумаба. Спасибо. Достаточно. Как казалось, от фиброзной дисплазии, хотя мы ожидали чего-то более серьезного, была выполнена внутрикосная резекция. Это грибовидное образование удалено. Когда мы макроскопически увидели, успокоились, что это не злокачественное заболевание. Была выполнена резекция. Единственное, что, вернемся сюда, немножко назад, сложностью было, что, если вы видите, здесь назаревал прорыв мягкой ткани, клинически на операции оказалось, что он уже есть. То есть было такое перфорированное отверстие, к сожалению. Полость была обработана термокаутером. Выполнена вот такая вот пластико-сустой синтезом. Вот это очень показательная больная. Пожилая женщина, ей около 70 лет, 68, по-моему, было на момент обращения, она обратилась с больными в коленном стае как к обычному ортопеду. Ну, был выявлен патологический очаг, оказавшийся хондромой. Выполнена утрикосная резекция с пластикой. Вот. И через 2-1,5 года после этого боли-то у нее все равно остались. Коленный стафф как был деформированный, гонартроз никуда не делся. Ой, извините. Виден материал. Ей была выполнена самая обычная, рутинная ортопедическая эндопротезирование коленного сустава. В противном случае ей пришлось бы ставить онкологический протез. Тут, насколько нам известно, она очень довольная операцией, конечным результатом лечения. Один из немногих больных, возрастной мужчина, 58-го года рождения, обратился с таким первичным очагом, который оказался остеогеной саркомы. Это тоже из области наших осложнений. Была выполнена резекция. Меня уже критиковали, что резекция, возможно, что недостаточная. Но до сих пор, это было еще в 2014 году, если не ошибаюсь, в 2013 даже, рецидива не наступила. После этой операции он прошел курс полихимиотерапии. Мы выполняли... Извините. Мы выполняли замещение дефекта нашим же материалом рекост и в связи с коротким дистальным фрагментом делалось это на пластине. С ортопедической точки зрения операция очень-очень дискутабельная. С ним произошло такое несчастье. Он, правда, говорит, что он упал, но я думаю, что эта ситуация произошла бы в любом случае, потому что, опять же, биомеханические операции не совсем корректные. Тем не менее, мы поменяли пластину, поменяли спейсер, но наступила все равно нестабильность металлоконструкций. Мы планировали выполнить пластику дефекта малоберцовой костью на микрососудистых анастомозах, но пошли немножко другим путем. Убрали пластину с латеральной стороны, потому что надеялись на пластику, и нам был нужен внутренний доступ, и временно установили интермедулярный гвоздь. Поставили спейсер цементный на это время. Надо сказать, что капсула после первого импланта была резецирована, как того требует техника мускуле. Через два месяца мы удалили этот стержень, удалили спейсер, используя нежную, богатокровоснабжаемую капсулу, выполнили аутопластику, аутокрошкой, взятой из крыла подвздошной кости данного дефекта, и зафиксировали все это внутренней пластиной. Имеем вот такую вот картину через, если не ошибаюсь, четыре месяца. То есть мы видим, что идет перестройка, больной пока с мобилизацией, это несколько дольше, чем коллега рассказывал накануне. Но мы думаем, что в данной ситуации это, в общем-то, выход. Когда выполнялась операция, при резекции торцов продолженного роста никакого рецидива не обнаружено. Я уже касался вопросов 3D-имплантов. Мы разработали как материал, который годится для 3D-печати, кроме цемента, который тоже можно использовать. Нам создан способ и защищен патент по поводу технологии создания костнозамещающих индивидуальных имплантов, которые заключаются сначала в КТ, выполнение 3D-модели, гибридное параметрическое моделирование, топологическая оптимизация, создаются матрицы, которые сгодятся на принтере, и в нее отливается готовый трансплантат. Результаты этого действия. Вы видите, у БК лучевой кости была выполнена резекция, установлен временный спейсер. Через полгода, когда мы убедились, что рецидивов нет, с помощью 3D-печати из нашего же материала изготовлен индивидуальный протез, который агрегирован с обычным ортопедическим протезом лучезапясного сустава. Вот. Ну, вот видим такой результат. То есть мы из обычного ортопедического протеза сделали фактически онкологический. И аналогичная ситуация, но пациентка не в нашей клинике оперирована, ей выполнено почему-то однополюсное эндопротезирование лучезапясного сустава, которое, естественно, о чем уже докладывалось, что в отсутствии пластики связочного аппарата, капсулы, все это привело к вывиху. Нами изготовлен аналогичный протез с таким вот, в общем-то, неплохим результатом. И еще немножко, это не из области онкологии, эта операция выполнялась в Петрозаводске, по почте нам прислали данные КТ, данной пациентке, перенесшей множество трепанаций с таким вот мегадефектом. Был изготовлен индивидуальный имплант, с которым ваш покорный слуга выехал в Петрозаводск. Там выполнялась имплантация, то есть около двух с лишним часов шел именингенцефалолиз, а, собственно, пластика заняла 15-20 минут, поскольку имплант идеально подходил. Выводы. В нами разработан способ замещения пострезекционного дефекта индивидуальными имплантами, сготовленным по способу его создания, защищено патентом. Разработано в клинику костно-замещающее вещество под названием РИКОСТ. И отрицательный вывод, что материал РИКОСТ нецелесообразно использует для замещения циркулярных диафизарных дефектов длинных трубчатых костей на нижних конечностях. Для верхних конечностей и для полостей он, в общем-то, неплох. Заключение. В ряде случаев использования индивидуальных имплантов, создаваемых с помощью 3D-печати, позволяет прецизионно и одномоментно опухоли. А в сомнительных случаях целесообразно использование интероперационно моделируемых типа костного цемента или того же РИКОСТа и имплантатов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы будут задать? Да, пожалуйста, Георгий Ильич. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы много показывали здесь случаев из вашей практики. Скольки пациентов вы поставили диагноз морфологически до операции? Ну, в общем и целом две трети. Очень много пациентов к нам приходят с готовым диагнозом зонкодиспансера. Ряд пациентов, у которых имелась угроза патологического перелома, это приблизительно 10%, выполнялась сегментарная резекция без верификации, потому что мы были уверены либо в метастатическом характере, либо заболевание, либо это был уже перелом. Но мы стараемся брать биопсию всегда. На данный момент у нас патогистологическая служба развита очень хорошо, мы можем себе позволить интероперационные исследования. Спасибо, но у меня создалось такое впечатление из вашей демонстрации, что ни одного дооперационного морфологического диагноза не было. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот обрабатывали вы как-то полости пострезекционные при гигантоклеточной опухоли? Погромче, пожалуйста. Вы полости пострезекционные при гигантоклеточной опухоли обрабатывали как-то? Да, они обрабатываются, как написано в старинных учебниках, дважды 96% спиртом. В ряде случаев, когда это позволяет ситуация, они обрабатываются кипячением, если это интероперационно возможно, и обязательно обрабатываются электроножом. В ряде случаев нам доступен плазменный нож. Спасибо. И еще у меня такой вопрос. Вот у пациента с остеогенной саркома проводилась ли какая-то специальная терапия, химиотерапия? Да, конечно. И как вы оценивали края резекции? То есть, вы как макроскопически, то есть, под контролем глаза, либо как вы оценивали? Я оцениваю под контролем глаза, это моя ошибка, я резекцию сделал недостаточно явно. Мало того, и дальше продолжил эту операцию, невзирая на короткий дистальный фрагмент. Я, тем не менее, сделал ту операцию, которую я сделал, это со всех сторон одни ошибки. Слава Богу, что рецидива у него не наступила. А при повторной операции как оценивали? Выполнялись, на каждой операции выполнялись спилы торцов предыдущих, и они отдавались к гистологию, там никакого роста нет. Спасибо. Только это оправдывает, успокаивает, а так явно недостаточная резекция дистальная. Да, пожалуйста, скажите, там был клинический пример у вас гигантоклеточная опухоль средней трети бедренной кости у пациентки с ХПН. Вы когда показали реконструкцию КТ, там подобный очаг был и в правой бедренной кости. Вы о нем не сказали, я сейчас одну секундочку, я хочу сказать о том, что есть монография англичан, наверное, лет 15 назад издана, что у пациентов с хронической почечной недостаточностью развивается гиперпаратериодизм, особенно у лиц, получавших там какие-то сложные патогенетические моменты, но развивается бурая опухоль гиперпаратериодизма. У нас было пару случаев, одна девочка только сломав шейку бедра, ей лор-врачи после биопсии и верификации гигантоклеточной опухоли едва не вынесли нижнюю челюсть. 21 год она в течение 6 лет получала сеансы. Я думаю, что вот в том случае у вас как раз имело место, ведь локализация не гигантоклеточной опухоли, вид не гигантоклеточной опухоли, клинический. Я думаю, что это было проявление хронической почечной недостаточности. С этими больными очень надо быть осторожным в установлении этого диагноза. Спасибо большое за вопрос. Я говорю сразу, что больная не из нашей клиники, я был просто приглашенным хирургом на уже готовую операцию, где стоял гистологический диагноз злокачественного быка. Меня это тоже заинтересовало, она обследовалась на эту тему и получает соответствующее лечение. Вполне возможно, что вы правы, просто я до конца всей ситуации не владею. Сегодня эта проблема подождать 10 дней даже у пациента с угрозой патологического перелома. Есть гипсы, есть все, что угодно сегодня. Подождать, чтобы пришел гистологический диагноз и лечить уже по поводу заболевания, а не по поводу угрозы. Спасибо за вопрос, я с вами совершенно согласен. Когда вы успеваете проконсультироваться с химиотерапевтом, с лучевым терапевтом, когда во время операции вы ставите диагноз по внешнему виду и вы начинаете хирургический этап лечения. Надо же как-то согласовать эти вещи. Есть те виды лечения, которые желательно и эффективнее проводить до хирургического этапа. Вот по поводу пациента с остеогенной саркомой, в его возрасте мы совершенно не ожидали встретить ее. Это раз. Во-вторых, мы выполнили эксцезионную биопсию, так скажем. Вот, может, вам пригодится наш скромный опыт, когда мы неожиданно получили 8% злокачественных процессов. Я очень внимательно слушал ваш доклад. Я просто два слова хотел в конце вот этого доклада сказать. Это очень хорошо, когда ортопед-травматолог участвует в работе онкологического именно такого сообщества. И это одна из больших задач наших интегрировать работу онколога ортопеда-травматолога. Очень правильная хирургическая техника. Порой в онкологических клиниках очень сложно найти такую четкую работу ортопеда-травматолога. И в последующих наших конференциях и в работе мы будем стараться делать так, чтобы более тесно работал химиотерапевт с ортопедом, онко-ортопед с ортопедом, который работает не в онкологической. В принципе, очень правильный и очень хороший доклад. За исключением вся диагностика и все химиотерапевтическое лечение нужно внедрить в ортопедические клиники, стационары. Это наша задача. То, что у них нет специалистов, они в этом не виноваты. Согласовать надо, конечно. Артур Евгеньевич, вы успели, пока я шел к столу, снять с языка, но на самом деле критики много, это хорошо. С одной стороны, с другой стороны, когда человек идет на заседание таких матерых экспертов, которые в этом поле плавают достаточно давно, есть столько духа, чтобы прийти рассказать, что я делаю и показать собственные ошибки и признать, это самое главное, это огромный плюс. А самое важное, то, что придя сюда, мы все-таки надеемся, что вот за эти два дня действительно это изменит идеологию. Я хоть и химиотерапевт по специальности, но в душе хирург. Я часть снимков, которые я видел, я понимал это издалека. И есть интересная позиция, и она достаточно активно сейчас развивается в мире, да, в виде замещения, там, при той же остеосаркоме, не установка металлического импланта, а именно собственными тканями, с пластинами, с фиксацией в молодом возрасте. Сейчас этот возраст начинает увеличиваться. Мы не сильно представляем себе отдаленные онкологические результаты, но функциональные намного лучше, когда это находится рядом с суставом, нежели поменять, заменить на эндопротез. Это вещь дискутабельная, обсуждается, я не буду в это лезть, поскольку мое дело это пилюли и таблетки, но тем не менее, то, что я очень надеюсь, что два дня, которые были здесь, они чуть-чуть приведут порядок, именно сам по себе идейный подход. И онкологи говорят, что больной все время говорят, что мы долго ждем, но есть ради чего. И здесь выжидательная тактика, она намного больше время сохраняет в последующем. Какие еще вопросы есть? Если можно, еще маленький комментарий, Антон Евгеньевич. У нас тоже есть опыт использования материала рекост. Я хочу сказать, что действительно материал замечательный, и он имеет свое место действительно в замещении костных дефектов. Единственное, что я бы еще добавил, наверное, к противопоказаниям для использования этого материала еще один пункт. Это молодые люди с кистами в пяточной кости, которым планируется проведение военной комиссии. Его не видно на рентгене. Поэтому он использован с костной алой крошкой, его видно. Спасибо вам. Спасибо, Антон Евгеньевич. Вы хорошо начали доклад с тем, что вы очень хорошо и плодотворно работаете с онкологическими диспансерами. Продолжайте это делать, потому что в ряде случаев это будет правильно. Спасибо. 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 Спасибо.